Здравствуйте! Дорогие ребята! Приглашаю вас на урок русского языка и литературы для 6 класса. Приготовьте к уроку учебник русский язык и литература авторов Горленко и Сузанская «Ручку и тетрадь». Тема нашего урока – имя числительное как часть речи, разряда числительных по значению и структуре. На этом уроке мы найдем с вами ответы на следующие вопросы. Что обозначает имя числительное? На какие вопросы оно отвечает? Как отличить имена числительные от других частей речи? Какие существуют разряды имен числительных по значению? На какие группы делятся имена числительные по структуре? Прочитаем текст. Ученые считают, что семь чудес света впервые названы в III веке до н.э. Но почему именно семь? Не три, не четыре, не пять. Кто не знает, какой страх внушает иным людям число 13? 13 человек за столом, 13 номер дома или квартиры могут всерьез испортить настроение знатоку различных примет. Происхождение этого суеверия объясняется тем, что у многих древних народов была не десятичная, а двенадцатиричная система счета. 12, стоя из дюжина, считалось счастливым числом, а первая цифра, следующая за ним, казалось, приносила несчастье. Почитание числа 7 восходит в глубокой древности, когда в основу календаря был положен лунный. В течение 28 дней луна убывает и прибывает, проходя четыре фазы. Четверть луны, половина, полная луна, новолунние. Эти фазы сменяются каждые 7 дней и положены в основу нашей 7-дневной недели. Что обозначают все выделенные слова? К какой части речи они относятся? Все выделенные слова обозначают число, количество и порядок предметов при счете. Они относятся к числительным. Задайте к выделенным словам вопрос. На какие вопросы они отвечают? 7 чудес света. Чудес света сколько? 7. 13 человек за столом. Человек за столом сколько? 13. 13 номер дома. Номер дома какой? 13. Первая цифра. Цифра какая? Первая. В течение 28 дней. В течение скольких дней? 28. Проходя 4 фазы. Проходя сколько фаз? 4. Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая имеет общее грамматическое значение количества и порядка предметов при счете. Имена числительные отвечают на вопросы «Сколько?» и «Какой?». Сколько? 7 лет, 365 дней, 20 километров. Какой? 8-й ученик, 5-й месяц, 32-й дом. Имена числительные, отвечающие на вопрос «Сколько?» называются количественными. Капель сколько? 7. Имена числительные, отвечающие на вопрос «Скакой?» называются порядковыми. Капля какая? 7-я. Имена числительные изменяются по падежам. Именительный падеж – два стола, родительный падеж – двух столов, дательный – двум столам, винительный – два стола, творительный – двумя столами, предложный – о двух столах. Именительный падеж – второй день, родительный – второго дня, дательный – второму дню, винительный – второй день, творительный – вторым днем и предложный – о втором дне. Имена числительные могут выполнять роль любого члена предложения. Имена числительные, обозначающие количество, в сочетании с существительными, являются одним членом предложения. Например, три девицы под окном, пряли поздно вечерком. Подлежащие три девицы. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой. В раз какой? Третий. Предложение является определением. Три и два – пять. Три и два – подлежащие, пять – сказуемое. Умножьте семь на четыре. Семь на четыре – дополнение. Концерт начинается в семнадцать часов. Во сколько обстоятельства времени? Выполним упражнение 247 на странице 127. Спешите, вставьте пропущенные буквы. Укажите в предложениях имена числительные. Над количественными надпишите букву К, над порядковыми – букву П. Подчеркните числительные как член предложения. Первое предложение. С той поры прошло десять лет. С той поры прошло десять лет. Сколько лет? Десять – это количественное числительное. Мы поднялись на третий этаж. На какой этаж? Третий – это порядковое числительное. Поезд отправляется в девять часов. Поезд отправляется во сколько? В девять часов. Это количественное числительное. 7 и 5 – 12. Сколько? Это порядковое числительное. Умножьте 8 на 3. Сколько? Порядковое числительное. Не тужи, что за меня есть не будешь ты 3 дня. Сколько ты есть не будешь? 3 дня. Порядковое числительное. И очутятся на бреге в чешуе, как жар горя. 33 богатыря. Это порядковое числительное. Отвечает на вопрос, сколько богатырей? 33. С первого щелка прыгнул поп до потолка, со второго щелка лишился языка, а с третьего щелка вышибло ум у старика. Это все у нас количественные числительные. Отвечают на вопрос, какого? Следующее. Выделить среди других частей речи имена числительные можно по вопросу, а также по значению. Например, 10 яблок и десятка по литературе. Яблок сколько? 10 – это имя числительное. По литературе что? Десятка – это имя существительное. Двое мальчиков и удвоить сумму. Мальчиков сколько? Двое – это имя числительное. Удвоить сумму. Сумма что сделать? Удвоить – это глагол. Четвертый этаж и четырехместный автомобиль. Этаж какой по счету? Четвертый – это имя числительное. Автомобиль какой? Четырехместный – это имя прилагательное. Выполним упражнение номер 248 на странице 127. Определите, к каким частям речи относятся выделенные слова, на какие вопросы они отвечают. Вы можете остановить данный слайд, чтобы выполнить упражнение. Итак, проверим, что у нас получилось. Два яблока. Яблок сколько? Два. Это количественное, числительное. Заслуженная двойка по математике. Заслуженная по математике что? Двойка. Это существительное. Второй по списку. По списку какой? Второй. Это порядково-числительное. Двойные рамы. Рамы какие? Двойные. Прилагательное. Удвоить усилия. С усилиями что сделать? Удвоить. Глагол. Повторить дважды. Повторить как? Дважды. Это наречие. Увеличить вдвое. Увеличить как? Вдвое. Это наречие. Выполним упражнение номер 250 на странице 128. Прочитаем текст. Укажите имена числительные, выпишите их, запишите цифры словами. Пирамида Хеопса, построенная фараоном, жившим в 17 веке до н.э., может свободно поместить внутри себя Исаакиевский собор Санкт-Петербурга. Она стоит уже почти 5000 лет. Высота ее достигала 147 метров. Сейчас из-за обвала вершины ее высота равна 137 метрам. А каждая из сторон по длине составляет 233 метра. Для того, чтобы обойти пирамиду кругом, надо пройти 1 километр. Вплоть до конца 19 века пирамида Хеопса считалась самым высоким сооружением в мире. Проверим, что у нас получилось. Должно было выйти так. В 27 веке стоит уже почти 5000 лет. Высота ее достигала 147 метров. Высота равна 137 метрам. По длине составляет 233 метра. Надо пройти 1 километр до конца 19 века. Как вы думаете, какие из этих числительных можно назвать простыми, а какие составными? Некоторые числа обозначаются одним словом, другие, двумя или более словами. Числительные, которые состоят из одного слова, называются простыми. 5, 80, 700. Числительные, которые состоят из двух или более слов, называются составными. 52, 421. Выполним упражнение номер 251 на странице 128. Заполните таблицу. Простые количественные числительные, составные количественные числительные. Простые порядковые числительные, составные порядковые числительные. Остановите слайд, чтобы выполнить данное упражнение. Итак, проверим, что у нас получилось. К простым количественным числительным отнесем следующее. 11, 400, 90, 18, 30, 100, 41, 900. К составным количественным числительным отнесем 365 и 873. К простым порядковым числительным отнесем 15, 11, 20 и 4. К составным порядковым числительным отнесем 121, 295, 53. Поиграем. На какие вопросы отвечает имя числительное? Кто? Что? Какой? Чей? Какой? Сколько? Что делать? Что сделать? Правильный вариант, конечно же, третий. Какой? Сколько? Укажите числительное. Сотня, двойка, утроить, 18. Правильный вариант, конечно же, четвертый, 18. Двойка и сотня – это имена существительные. Утроить – глагол. А 18 – это количественное числительное, которое обозначает количество. Далее. Укажите составное числительное. 50, 90, 815, миллион. Правильный ответ – третий. Составные числительные образованы при помощи не менее двух слов. 815 – числительное, которое состоит из двух слов, поэтому оно составное. Найдите лишнее слово. 13, 20, 90, 50. Правильный вариант – второй. 13, 90, 50 – это количественные числительные. А 20-й какой? Порядковое числительное. Найдите неверные утверждения. Пятерка – это имя числительное. Удвоить – это глагол. Седьмой – это имя прилагательное. Сотня – это имя существительное. И трижды – это наречие. Правильные варианты – это первый и третий. Пятерка – это имя существительное, отвечает на вопрос «что?». А седьмой – это порядковое числительное, отвечает на вопрос «какой?» и обозначает порядок предметов при счете. Сделаем выводы. Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает число, количество, порядок предметов при счете и отвечает на вопросы «Сколько?», «Который?», «Какой?». По значению числительное делится на два разряда. Количественные отвечают на вопрос «Сколько?» и порядковые отвечают на вопрос «Какой?». По особенностям строения числительные бывают простыми, состоят из одного слова, и составными, состоят из двух и более слов. Сегодня вы поработали очень хорошо, и вы большие молодцы! До свидания и до скорых встреч на оргах русского языка и литературы!